Она, вот эта тема, казалось бы, не замысловатая, но она оказалась совершенно гениальной. Женщины падали в обморок, мужчины завидовали. Его концерты походили на сеансы массового гипноза. Кто-то из впечатлительных поклонников пустил слух, что видел на концерте стоящего за поганине дьявола. Это тут же подхватили журналисты и разнесли по миру. Гениальный Никола Паганини никак этому не препятствовал. Наоборот, ореол мистики и таинственности был ему только на руку. На нашем нынешнем языке, говорит, он был себе и менеджером, и директором, и режиссером своих концертов, режиссером всей своей жизни. Но управлять своей жизнью он научился далеко не сразу. От издевательств отца в детстве, который запирал шестилетнего Никола в чулане, пока тот не выучит упражнения на скрипке и отказывался кормить, он стал слаб здоровьем. Но уже тогда он не мог не играть. У него скрипка и разговаривала, и рыдала, и кричала, и ругалась, и пела, и плакала от счастья. В 16 Паганини пишет свои знаменитые 24-каприччо для скрипки соло, которые считаются его первым сочинением. Уже тогда эта музыка выходила за рамки привычного. Он считал, что композиторы Вивальди, Карелли, Тортини не до конца раскрыли потенциал скрипки. И даже инструменты великого мастера Страдивари его не совсем устраивали. Он заказал себе особенную скрипку у Джузеппе Гварнери с глубоким, насыщенным голосом, как у солистов итальянской оперы, певучим и протяжным. И так далее. Ну, на скрипке много можно так вот пофантазировать, да, как это... И так далее. Новые приемы, новая виртуозная техника. Музыканты оркестра, когда видели партитуры Паганини перед концертом, думали, что это безумие, и сыграть такое невозможно. Но он только так и играл. Это восхищало публику, особенно женщины. Однажды он заключил Париж, что сможет сыграть с оркестром концерт на скрипке, на которой будет всего две струны. И он это сделал, поразив сестру Наполеона, Элизу Панапарт. Ходили слухи об их романе, но и две струны для него оказались не предел. На другом концерте, в день рождения Наполеона, он сыграл на одной, чем поразил и вторую сестру императора Франции, Полину. У Паганини часто бывает так, что целые фрагменты произведений или концертов играются на какой-то одной струне. Вот, например, в первом концерте Паганини. Наиболее популярная версия виртуозной игры Паганини на одной струне – остальные ему подрезали заранее недоброжелательно. Но тогда струны на скрипках были из-за жил животных, и порваться от натяжения они могли сами. И даже ныне современные совершенные струны, они бывают лопают, причем они лопают чаще всего именно на концерте, потому что на концерте значительно большая нагрузка идет и на исполнителя, и на инструмент, и на струны в том числе. Но вариант с завистниками тоже вполне мог быть правдой. Их у него было множество. Современники говорили о его скверном характере. При этом он огромные суммы жертвовал на помощь молодым скрипачам, покупал им дорогие инструменты. О его связях с разными женщинами знали многие, а сам музыкант в мемуарах признавался в пристрастии к картежным играм. А еще отказывался сочинять для церкви. Он скончался в Ницце в 1840 году. Похоронить в городе не дали. Тогда сын повез тело отца в родную Гену, но и там не разрешили. Несколько раз останки выкапывали и перезахоранивали, потому что жители протестовали. Так сильно было убеждение, что гениальностью своей Паганини обязан дьявол. Окончательно предать тело великого скрипача земле на кладбище Пармы смогли только через 56 лет после его смерти. Но потомкам он оставил свою музыку. А еще две скрипки – Страдивари и Гварнери, которые всегда возил с собой в одном ковре. Скрипку Гварнери, которую называют вдовой Паганини, он завещал родной Генуе. И сейчас поиграть на ней изредка удается лучшим из лучших. В их числе наш соотечественник, известный скрипач, дирижер Максим Федотов, которого называют русским Паганини. Мне посчастливилось в жизни играть на двух скрипках Паганини. Оба инструмента очень могучие, очень звучные. При этом звук достаточно крытый, очень насыщенный специфическим тембром. КОНЕЦ